всем большой привет меня зовут Андреева Наталья и сегодня я предлагаю сделать вместе со мной вот такой небольшой мини альбомчик для фотографий если вам интересно оставайтесь со мной и пойдемте смотреть итак чтобы начать работу над альбомчиком нам нужно сначала нарезать странички вырезать заготовки для обложки и обтянуть тканью ткань я выбрала вот такую двух цветов полосочка и натуральный лен очень нравится как они смотрятся в паре не стала брать одну ткань сразу и на переднюю на заднюю обложку потому что мне кажется это очень будет ярко поэтому решила ее совместить с льном натуральным и в качестве каких-то акцентов мы будем добавлять красный на обложке поэтому очень будет здорово смотреться такие вот морские цвета для страничек я взяла плотный крафт из него мы будем нарезать странички и обычный переплетный картон не очень толстый на обложку размер альбомчика получается 16 на 13 и я оставила три сантиметра на место где будет наш альбомчик собираться здесь у нас будут дырочки для крепления и место под фотографии у нас получается ровно 13 на 13 вот заготовочки я уже все вырезала все они их нужно 10 страничек вырезаем нужного нам размера и все их про бегу и вот обложку я вырезаю такого же размера 16 на 13 но если здесь у нас вот линия бига то на картоне я просто разрезаю здесь и получается у меня две детальки обложку мы будем делать точно так же как и оформляем корешок на блокнот для того чтобы наша клошечка была подвижна оставляя небольшое расстояние между деталями буквально 2 миллиметра и проклеиваю обычной бумагой для принтеров вот и таким образом нам нужно сделать две обложки когда они подсохнут их можно обтягивать тканью и и приступать к декору ложечки я обтянула одна получилась у меня задняя тянута льном а передняя у меня будет вот такая вот в полосочку также я нарезала странички и скруглила края потому что мне захотелось чтобы они были круглыми каждую пробеговала примерно соберу как это будет выглядеть вот таким вот образом теперь я хочу обязательно прострочить обложку мне очень нравится как смотрится швейная строчка на обложках поэтому я обязательно это сделаю сейчас обложки я прошила прошила их не полностью у меня здесь вот лучше видно получилось как бы две части 1 где корешок 2 основная обложка что же осталось теперь самое интересное это декор для этого я возьму коллекцию все соот фабрики декору к ней возможно различный чип-бортик вот фишечки и возможно буду использовать такую кальку пока еще не знаю сейчас посмотрим как все сложится ну что ж поехали итак сначала я хотела прикрыть немножко наш яркий яркий наши полосочки декоративном виллу но он немножко получается жестковат и и поэтому не очень хорошо ложился и я решила его заменить на бумагу тишу взяла кусочек вот такой вот бумаги он нейтральный по цвету немножко приглушает наши полосочки где будет выделяться все есть остальной наш декор и при этом все остальное обложечку у нас видно здесь по периметру я его обязательно пристрочу и немножечко порву края для того чтобы у нас небрежно так смотрелось мне нравится когда есть небольшой рваный край на бумажках вот дальше хочется какого-нибудь контраста поэтому вот из такого яркого листочка отрезала небольшую полосочку и с помощью круглых ножей для вырубки разного диаметра сделала вот такие вот дырочки и эту полосочку буду использовать в качестве декора отлично смотрится синий с красным на контрасте ну и даже чтобы у нас была композиция многослойная я добавлю хочу добавить вниз вот такой кусочек гофрированного крафта это упаковка от обычной лампочки я это все когда-то собирала и сейчас у меня все идет в ход поэтому я и добавлю вот сюда под нашу полосочку но и опять же для того чтобы композиция была более многослойная у меня есть высушенный пакетик из-под чая очень их люблю использовать своей работе там они тоже здесь найдется ему место уже более менее интереснее смотрится композиция можно добавлять каких-то мелких деталей с помощью ножа для вырубки от рамочки акцент я врезал такую вот круглую рамочку и с помощью пудры для имбосинг от фабрики декора красный мак я заимбосил на два слоя и вот получилось такая яркая рамочка можно если нету пудры можно вырубить из обычного красного горстока но у меня под руку ничего не нашлось поэтому я вышла ситуации с помощью пудры для имбосинга отлично то что как раз рамочка встает по диаметру у нас в отверстие которое я прорубила на полосочке бумаги вот можно издалека даже подумаешь как будто бы это спасательный круг сейчас мы немножко еще декорируем и вот у нас краешки выглядывать ну как же морская работа без морских узлов у меня вот такой шнурочек я связала обычный узел и будем его сейчас пристраивать нашу работу ниточки можно даже пропустить наверно в отверстие от рамочки таким вот образом и сюда какой-нибудь короче обязательно нужна надпись в данном наборе бумаги вот такие вот интересные надписи я из них вырезала две это море красного цвета и море синего цвета подбирала какой мне больше понравится мне подошел вот такой вот синяя надпись на белом фоне и чтобы еще более выделить я просто приклеила на кусочек акварельной бумаги ты путем ее сейчас на обложку выстраивать и нибудь вот здесь и как-то вот под этот узелочек и под надпись просится что-то возможно какой-то элемент из чип-борта мне понравился вот такой вот наборчик и я думал отсюда мы возьмем звезду в данном наборе очень красивые вырезалки я выбирала смотрела какие мне больше подойдут и мне захотелось использовать именно вот эти звезды поэтому из листа с вырезалкой я вырезала вот эту звездочку и с обратной стороны вот эту и они получились двух разных размеров и отлично думал впишутся в нашу композицию вот они такие вот одно куда-нибудь рядом с надписью положим можем даже накрыть ее шнурочка а вторая будет я нибудь подальше также очень просят собрав композицию братьев но морских братцев у меня не оказалось в наличии поэтому как говорится нет братцев сделай их сам для этого мне опять же помог ли с вырубкой я вырезала вот эту вот ракушечку серединку взяла старую ножку от братца приклеила туда ракушку залила глоссий и у меня получился вот такой вот морской тематический братик который думал отлично дополнить нашу композицию ну и в качестве мелких акцентов добавлю пуговки подходящие по цвету на такую вот обложку для вот такую вот композицию для обложки мы сложили осталось все приклеить приклеивая все на клей фабрика декора дополнительно пристречу швейной строчкой и будем дальше приступать к оформлению форсов нашего мини-альбомочка обложечка склеена собран тут лишняя ниточка отрежем она тут не нужна абсолютно немножечко даже еще можно здесь торвать кусочку вот так вот обложку полностью готова склеена прошита все крепко держится каждая пуговичка прошита вот дальнейший наш штаб в работе это фортица перед тем как сделать фортица я решила сделать одну такую интересную деталь для альбомочка он будет собираться у нас таким вот образом и мне вот прям очень сильно захотелось чтобы когда альбомочек открывался здесь была небольшая вставочка я ее сделала из вот такого вот листа декоративного велума внутричь какой-то по невесомый с медузками вырезала по размеру внутреннего блока и когда альбомочек будет открываться здесь будет такой вот красивый листочек скаль и скальчки а дальше уже будут фотографии и теперь переходим фордец и так для фордецов я выбрала вот такой вот лист красивый с набора сиасол несколько раз есть медузка который будет поддерживать нашу виллу ну размера листа не хватает на 2 фордец потому что у нас размер 16 альбомочка 16 сантиметров придется вырезать еще из этого листа я знал эту верхнюю часть и для вот этой обложечки не нужно будет отрезать кармашки я хочу сделать из еще одного листа декоративного велума вот этого который я в самом начале пыталась пристроить на обложку не кажется качестве кармашка будут смотреться здесь очень даже неплохо вот 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 Все, работа над мини-альбомчиком закончена. Люберсы вставлены, выбрала кожаный шнурочек, на который решила одеться деревянные пуговки для украшения. Побрызгала все акриловой красочкой и готов альбомчик для того, чтобы хранить бережно ваши воспоминания. Внутри, еще раз повторюсь, есть кармашек, куда можно спрятать фотографии, которые не влезут внутрь. Спасибо, что были со мной. До скорых встреч. Надеюсь, мой мастер-класс вам пригодится. Пока-пока.